Конец улицы Архангельской, комплекс элитных малоэтажек, благоустроенная территория, хорошие тротуары и дорога. Правда, только у одной новостройки на пути к остальным шести асфальт заканчивается. В жилом комплексе Южный некоторые объекты еще строятся, но большая часть новостроек уже полностью заселены. Их ввели в эксплуатацию еще в декабре прошлого года. По первоначальному проекту застройщика СУ-35 территория должна выглядеть примерно так. Парковка, детская площадка, газоны, но на самом деле совсем другая картина. Вот у нас такая замечательная придомовая территория. Господин Юшин обещал придомовую территорию, детскую площадку, расписывал нам все в красках. Элитному дому элитные входные двери из фанеры, шутят сами жильцы. А вот собственникам квартир на первых этажах совсем не до шуток. В их квартирах прочно обосновалась пресень. Ну и вот это уже на второй этаж идет. Это надо попросту до кирпичей все это снимать. И все опять по новой штукатуркой, шпаклевку все делать. Впрочем, это уже пройденный этап. Плесень за пару месяцев снова заполняет всю стену. Грибок будет появляться до тех пор, пока в подвале будет вода. Дело в том, что этот дом построили без дренажной системы, как выяснили сейчас. И поэтому целое лето в нашем подвале была вода. Водова по колено. То есть в сапогах резиновые ходили. Сейчас ее откачивают насосами, но эта мера не спасает от антисанитарии. Как оказалось, в проекте здания дренажная система и вовсе не была предусмотрена. А генеральный директор СУ-35 на многочисленные вопросы жильцов отвечать не спешит. Господин Юшин говорит, по всем неурядицам обращайтесь в суд. Очень-то халатно относятся со словами «У вас первый суд, у нас 101 суд». И преувеличивают разве что вдвое. В архиве дела арбитражного суда почти полсотни исков на застройщика. Один из последних с просьбой признать банкротом строительную фирму. Есть обращение и в прокуратуру. Сам генеральный директор дать комментарий на камеру отказался. Лишь пояснил, что работы по благоустройству территории не ведутся исключительно по вине подрядчика. Проблемы между подрядчиком и генподрядчиком не должны волновать непосредственно участников долевого строительства. То есть они заключают договоры с застройщиком. Уже проблемы с застройщиком в том, с кем он там заключат, выполняют у него договоры или нет. Нарушения при проектировке и строительстве здания тоже проблемы строительной фирмы. Так как дом не выше трех этажей, проектная документация была одобрена без государственной экспертизы. А значит решение о необходимости дренажной системы полностью на совести застройщика. Ну я говорю, если бы проект прошел госэкспертизу, он проходил бы назначенно. Без пристенного дренажа никакого положительного заключения экспертизы бы не было. Заказчик, вероятно, удешевлял строительство. И в этом случае скупому придется заплатить дважды закон на стороне собственников. По словам юристов, если установить дренажную систему в новом доме окажется невозможно, строительная фирма будет обязана возместить жильцам ущерб, вплоть до стоимости самой квартиры. А на вопрос о благоустройстве территории застройщик будет отвечать представителям районной администрации. Местные власти на днях обещали выехать на объект. Елена Карпенко, Евгений Тюнев, Время новостей. Продолжение следует...